Всем привет, вы находитесь на канале BigFireApple и сегодня я на примере iPhone 6 покажу вам, что же нового добавили в обновление iOS 8.2. А обновление не на шутку большое. Полный список я читать вам не буду, но вот я сделал скриншоты, которые вы можете остановить на YouTube. Это обновление выпустили, конечно же, специально для часов Apple Watch. Также добавили незначительные изменения в здоровье и исправили огромное количество ошибок, которые мешали большинству пользователю и мне в том числе. Сейчас предлагаю посмотреть на приложение Apple Watch. Им пока что пользоваться вовсю нельзя, тут доступно три пункта. Это мои часы, просмотр, это видео о этих часах, а также App Store, который будет работать с 10 апреля, так понимаю. Ну, мои часы, здесь есть одна кнопка для создания пары. Смотрите, нажимаем эту кнопку и здесь должны быть приставлены часы Apple Watch и тогда телефон, смартфон будет синхронизирован с ними. Также можно подключиться к часам Apple Watch вручную. Я заметил, что iPhone 6 стал работать чуточку быстрее. Приложение открывается очень даже шустро. Многозадачность очень плавная. Самое обидное, что не добавили русский язык в Сирии, хотя в бете он был. Так что ждем следующего обновления, может быть его наконец-то добавят. Do you speak Russian? К сожалению, по-русски оно не говорит. Ну да ладно. Обновление касается больше исправления ошибок и добавления приложения Apple Watch. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх, если вам не безразлично. Мое творчество. Спасибо. Продолжение следует...